Исцеление тела – то, чего просят многие люди. А вот об исцелении души мы порой особо не задумываемся. А между тем, каждый из нас нуждается в духовном здоровье. И не зря святые врачи всегда уделяли внимание не только лечению той или иной физической болезни, но и тому, чтобы человек встал на путь спасения. В день, когда Церковь чествует святых целителей, глава Новосибирской митрополии совершил литургию в Вознесенском кафедральном соборе. Каждое первое воскресенье после Дня памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Осийских Церковь вспоминает всех святых целителей – собор бессребреников и чудотворцев. Большая часть святых целителей была врачами. Уверовав в Бога, они продолжали оказывать помощь больным, уже молясь и призывая в помощь имя Господне. За исцеление плата не брали, за что и были названы бессребрениками. У излечившихся же просили соблюдения заповедей Божиих, благочестивой жизни и веры в Бога. Так своим служением, делами милосердия, они несли в мир проповедь Христову, святое Евангелие. Мы с вами более-менее разбираемся в церковных традициях, обычаях, как в крам зайти, как к иконе подойти, как благословение спросить. Мы с вами люди счастливые, ибо люди церковные. Но есть те, которые не получили этого счастья. А по велению сердца своего приходят в дом Господень и не знают, как вести себя. Как подойти, приложиться к иконе, что сказать, кому подойти, ничего не знают. И таких людей надо поддерживать, с любовью подсказать, показать, поддержать, чтобы они почувствовали, убедились в том, что свою любовь Господь и заливает на каждого человека. Продолжение следует...